вы знаете что с 1 сентября 2022 года в школах проводятся занятия разговор о важном все страны это враги они хотят уничтожить россию и захватить наши ресурсы они разве не захватили наш газ нет с чего ты взял но просто у нас дома газа нет заткнись пожалуйста проведут скоро ты куда-то торопишься у тебя вся жизнь впереди а у путина господи дай бог ему здоровья на тысячу лет а вот мы предлагаем а может быть сделать еще и важные дела в школе ну например почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов СБО есть очень интересная инициатива как раз вот нашей коллеги Яны Валерины Лантратовой снять такие небольшие видеосюжеты где наши бойцы на специальной военной операции отвечают на очень простой вопрос за что вы сражаетесь то есть наши должны понимать что биться надо до конца в плен не сдаваться поэтому я считаю что пропаганда жестокости отношения противника дает обратный эффект который нам нужен когда люди начнут биться до конца мы начнем эту войну быстрее двигать я легкну ты ты нацист националист я националист патриот я всегда об этом говорю то есть я никогда не скрываю я нацист я нацист я не буду углубляться националист там патриот имперское направление тогда я прямо я нацист можно руку скинуть и не лишь бы не было войны либо война была вот у меня что позиция лишь бы война была но не у нас дома за что воюет россия в украине получите и распишитесь официальный ролик министерства обороны российской федерации в крымурах показывают крутят вовсю за что воюют z-солдат любопытствуйте ты случайно не знаю где печерские погорбы киеве это центр нет он тетка живет крутой район а мечтал меня квартиру там хочу купить война закончится киев вернем семью туда перевезу понятно за киев за одессу за квартиры которые они там захватят семьи они туда перевезут украинцев не будет украины не будет украинского народа не будет украинского языка не будет как сказал охлобыстин а что ж будет позитивная часть программы смотрели убедились а будут оккупанты которые заселят обезлюдившие уничтоженные украинские города притащит туда свой русский мир на штыках вот так вот друзья мои вот за это на самом деле воюет россия за это идут вот эти вот нищие из убогих городишек российской глубинки за 200 тысяч деревянных в месяц и 5 миллионов гробовых а если нет то вот они о чем мечтают точно так же как немецким солдатам обещали после победы в великой отечественной большие поместья и рабов чтобы обслуживали бауэров господ обслуживали и эти видимо но про рабов они еще стесняются сказать еще у них язык не поворачивается подождите еще скажут квартиры в киеве и в одессе и что обслуга была из этих недоделанных русских бывших украинцев которым язык их запретим и называться украинцами запретим они будут русскими новыми и служить старым русским вот этим героем с в его понятно что против таких весь народ поднимается за жен за детей за домы свои за родину свою а как иначе если вот эти идут чтобы тебя убить и твою квартиру занять а твоих близких поработить вот вам официальная идеология на солдатском уровне а это и есть реальная идеология а не то что там философы заявляют вроде свихнувшегося выжившего из ума дугина так что друзья мои вставай страна огромная это про украину сейчас с фашистской силой темную с проклятую ордой слава украине победа украине алексей москалев теперь официально уголовник ефремовский межрайонный суд тульской области дал ему два года колонии поздравить друг друга могут не только судьи с прокурорами и полицейскими но и доблестные учителя его дочки ведь это именно они донесли на плохую девочку машу москалева за антивоенный рисунок затем последовали проверки соцсети отца и результат уголовка по счастью алексей успел сбежать еще до оглашения приговора господин москалев на оглашение приговора не присутствовал потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста но считая что вся эта история кончилась хэппи-эндом рано дочь алексея москалева находится в приюте в полной изоляции от родных и близких про машу сейчас на данный момент ничего не известно с первого числа ее как никто не видел так и видит в общем считаем что это все противозаконно противозаконно и необоснованно едва ли все происходящее расстраивает ее педагогов например директора машиной школы ларису александровну трофимову именно она обратилась полицию и по сути сдала свою ученицу удивительно что представители самой гуманной профессии превращаются в доносчиков как у них это получается несколько месяцев назад в москве прогремела история елены жиликер ее дочки варе московская пятиклассница в октябре выложила фотографию с надписью слава украине и написала что-то неосторожно в школьном чате после этого ей занялись сначала учителя а потом и комиссия по делам для несовершеннолетних девочки припомнили что она неоднократно пропускала разговоры о важном за это ее а затем ее маму потащили в полицию да конечно ужас после вообще того дня 5 октября я два-три дня просто ходила как будто я не знаю как даже описать это состояние я вспоминая о этих событиях я просто начинала плакать и вот эти их вопросы которые касались в основном политики с его социальных сетей моих мыслей по поводу чего-то там политических каких-то общественных то есть было очень страшно во первых сказать не то во вторых они все время пугали тем что если вы допустим не хотите телефон нам показать мы сейчас у вас это телефон отберем вас посадим но тут оставим вот в их приемнике а детей нам придется отвезти куда-то еще учителя и припкнувшие к ним силовики не прекращают терроризировать семью даже провели осмотр квартиры которая скорее был похож на несанкционированный обыск сама елена вообще-то кандидат физико-математических наук и доцент университета но социальные службы уверены она не знает как воспитывать ребенка поэтому ее семью поставили на учет а еще предписали ходить на лекции в некий центр гармония и общаться с тамошним психологом ну то есть как психологом мне вот этого психолога который ходит представили его в тот первый день когда они у нас обыск проводили когда в полицию у нас задерживали представили его как сотрудника центра и потом он вдруг там через месяц оказался психологом социального центра гармония кроме психологов в погонах школьников наставляют на верный путь и учителя ублюдок и все предатель таких знаешь сколько сейчас в украине вот сюда вот висок и в периме учительница обложила ученика ругательствами если вы думаете что это за какой-то вопиющий поступок вроде поджога школы то нет он просто опоздал на построение 23 февраля вот и предатель вы должны были вообще себя проявить стать шеренгу все мальчики всем всегда так ты не понимаешь какому дню этот конкурс посвящен значит ублюдки учительница уже уволилась и даже попала под административку за оскорбление но видимо скоро учителя грубияны смогут почувствовать себя вольготней госдума разрабатывает закон о запрете фото и видеосъемки в школах это делается по просьбе учителей ввести норму планируют до следующего учебного года школьников же защищать никто не собирается еще один способ влияния на детей привести им кого-то авторитетного в одной из московских школ решили сорвать джекпот и притащили целого дмитрия киселева рассказал детям про все и страшных украинцев и современную политику и даже про то что путина на самом деле нет никаких дворцов армия это прямой путь работы в государстве а